Всем доброго здоровичка! Проезжал тут немножко на велосипеде во время воскресной велопрогулки окрестностей и увидел вот такую вот картину Стоит дерево Я заметил, что на нем какие-то желтеют плоды Ну, я естественно подъехал и оказалось, не знаю, видно вам или нет Сейчас попробую ближе Все-таки нет Подъехал ближе и оказалось, что это груша, причем груша дичка Довольно, наверное, старая потому что она такая по внешнему виду небольшая приземистая, как видите никакого штамма стамбардирова нету То есть сразу, как бы, такой вот большой куст, скажем так Но она большая, метров 5-6, наверное, в высоту и усеяна плодами Причем здесь груш несколько Вот эта груша номер 1 А вот эта чуть-чуть помоложе Я под ней как раз стою 2 и хочу показать вам Что за плоды дает дикая груша Ну, во-первых, обратите внимание на количество плодов То есть вот здесь они лежат Перегнивают Во-вторых, обратите внимание Какой размер у этой груши Она маленькая Вот на долоне у меня Лежит Маленькая Ну, с чем ее можно сравнить? С маленькой сливой Вот так, можно сказать Небольшая Вот эта груша Что я рядом с ней стою Она такая С небольшой кислинкой А вон та груша Довольно сладкая Чем мне интересно Лично Вот эта груша Дело в том, что Дикие груши Как и дикие яблони По вкусу они, конечно, не очень Хотя Вот первая груша Та, что я начинал Видео Очень мне понравилась даже Вся прелесть в том, что Дикие груши Яблони Это очень отличный Источник Посадочного материала То есть вы подходите К такой груши Выбираете плоды Кстати, вот смотрю Кто-то уже их ест Вот такие вот Подгнившие плоды Собираете их Или прямо здесь Разрезаете Извлекаете оттуда Косточки Косточки И Осенью С наступлением Постоянных Таких Невысоких температур Там, когда уже Заморозки идут Когда уже Температура там выше Ну, скажем так В ноябре месяце У нас На западной Украине И вы Вот эти вот Семечки Извлеченные из груши С землю Закапываете Не очень глубоко И у вас Весной Часть из них Прорастает И это Отличный Саженец Подвой Для того, чтобы Привить Какой-то сорт Груши Который вам Интересен Поэтому Если вы Обнаружите Грушу Дикую И яблоню Это вам Очень повезло Потому что Вы будете иметь Хороший Посадочный Материал Я, например Грушу Такую Вот такие Дикие Долго Искал Последние Два года И вот Случайно Наткнулся Как говорится Кто ищет Тот Всегда Найдет Я уже Дома У меня Не было К сожалению Никакого Мешочка Кулечка Емкости Я взял Там Кармашек Рюкзака Чтобы не Потекли Несколько Груш И вот Сейчас Дома Попробую Извлечь Из них Семечки Ой Очень Они Большие Много В сравнении С Сремнение Семечки И Размера Плода Они Очень Большие Груши Обычные Такие Же Семечки Но Груша В разы Больше Ниже Дичка А вот Дичка Маленькая И Семечек Там Очень Много Сейчас Попробую Может быть Еще Достану Все Уже Нет Раз То есть Одной Груши Четыре Семечка Так Дальше Пробую Разрезаю Все Так Как бы Немножко Сочные Плоды Очень Так Здесь Что Здесь Один Чуть Чуть Помельче Но Это Очень Спелая Груша Уже Вот Второй Вот Третий Этот Какой-то Не Очень Третий И Вот Еще Два Так Еще Пять Штук Ну Вот Таким Образом Все Дальше И дальше И дальше В принципе Это все Спасибо Что Смотрели Увидимся Пока Пока